Не нам быть тенит Я на месте замерз Летят над землей В моей памяти мысль Карандаш мне оставит Свой след на затертой странице Так и я отпечаток оставлю Пройдя по земле Дальше хочется, чтоб ни в снегу, ни в песке, ни в зале Открыться тех людей, с кем я связан Невидимой нитью Невидимой красной нитью Прибыли наконец-то Человека характеризуют человеческие поступки Увы, с высоты прожитых лет я реально понимаю, что не все люди люди Поэтому изначально Меня нельзя снимать, я в розыске Изначально я вам предлагаю Ввиду того, что вы взрослые Я не претендую на ваши табачные изделия А на данный момент я предлагаю вам сдать алкогольную продукцию добровольно Сейчас мы запомним, как Суша кушает в первый день Смотрим завтра Поля молодец, не теряется Раз, два, три У нас был боец За четыре с копейками бился За четыре с копейками, да? Аккуратненько не торопишься Наверк смотреть надо И колени, самое главное, не повреди Видишь, выпрямила ножку и попала оттуда Надо крышей коснуться Вон, где цепь висит, вот за тот металл Что нет У тебя справа, внизу опора Вон, где цепь висит, вот за тот металл У кого-то, где цепь висит Я предпочитаю вам больше всего Субтитры сделал DimaTorzok Ее, в отличие от всех остальных Держат москалит Чистенько, ровненько Пьяного быдла нет И в бассейн Идешь из помещения Молодец Медленно, но верно Страшно всегда первый раз Вот понимаешь, меркантильный интерес Какой будет? Меркантильный, это азарт А азарт, это не выиграть, это не азарт Кино называется Бум-Ра-И-Но Там есть положительный персонаж Карабас-Барабас Вот у него такая позитивная Активирующая реплика Вот понимаешь, и все А сейчас этого нет, и все Сколько человек у нас? Всего 20 Сейчас ребят учить будут Плаву Как это красиво звучит Пойду с передней стороны Снимаю Так, ну без разницы Давайте молодец Идем Юля, давай, все Вот есть у нас Александра у нас будет Смотрите, у вас правый бок Верный нос Тандартный, да? Когда выдается команда Все вперед Вы должны Отновременно Нос задает темп Вы опускаете весло То есть оно опускается в воду Вот так вот Вот тебя Смотрите, берите Сначала возьми тебя с лобоком Две руки Теобразник положить Над головой Ноговую положить Чтобы вот здесь В локтях Был 90 градусов Итак, уважаемые участники Молодежького форума Траектория Ваши аплодисменты И что вы приехали И что вы приехали Друзья, пока вы собирались Долго собирались И в принципе Музыкальная композиция Подходила под ваш сбор И в принципе Было приятно Что вы все равно пришли Друзья Рад вас всех видеть И еще раз вам аплодисменты И давайте Давайте Товарищи Я хочу представить вам Организаторов Данной смены И начнем мы С директора Молодежного лагеря Траектория Татьяна Николаевна Никитина Ваши аплодисменты Спортсмен-инструктор Тренер по спортивному Туризму Водному и пешему Туризму Андрей Владимиров Ваши аплодисменты И также Константин Сергеевич Аглы Также Ваши аплодисменты Что касается Преподавательского состава То сегодня На нашей смене Присутствует Преподаватель Кафедры Государственной политики Государственного управления Кубанского госуниверситета Башмаков Игорь Станиславович И также Преподаватель Кафедры Госполитики И госуправления Вахрушева Марина Геннадьевна Ваши аплодисменты Ну что ж Для торжественного Открытия смены Прошу выйти По одному человеку От муниципального Образования К флагам Смолченко 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 Ух, как вас много! Ксюша, улыбаемся! Вот молодцы! Вот уж пример. Ну, сейчас мы поднимемся на первую смотровую точку. Вот та вот деревянная конструкция когда-то стояла на Атамане, и ее нам подарила госпожа Золина. Нахрена непонятно? Да. Вот этот памятник, он, кстати, находится в реестре памятников Краснодарского края, но сами работники этого реестра ни хрена не знают для чего, кому он стоит. Это местным героем Гражданской войны Шутко и Клименко. Ну, один был командиром Чона, а другой был председателем Ревкома, ну, годы Гражданской войны. Кстати, вот должен сказать, когда вы подъезжали сюда, вот перед спуском слева стоит поклонный крест. Казаки поставили, вот балка там есть такая, она очень знаменитая была в годы Гражданской войны. Красные там рубили белых, белые рубили красных, зеленые тех и других. Ну, в общем, там, да, очень любопытно. Кстати, на территории этой базы мне когда-то посчастливилось найти гильзу от патрона Кайкова. Ну да, оружием, никто не интересуется. Фирма Кайкова просуществовала в России до 1916 года. Ну, вот нифига себе. В 16-м году эта фирма закрылась. Ну, да, подождите еще. Видите, да, полник. Это курганное захоронение. Вокруг еще расположено 6 могил по металлоискателю. Эти 6 могил и центральная все с металлом. И довольно большое количество металла. Но на данный момент черным копателям здесь не повезет. Потому что вот здесь по территории разбросано гвоздей кусаной проволоки. Такое количество, что они просто задолбятся им. И пикало в ухах. Дальше. Дальше, друзья мои. Ну, вот. Кто знает, что это? Ягода. Это фаврог. Ну, да. Это, друзья мои, реликтовое растение. Называется дико-мушвула. Довольно полезное растение. Но ее нужно есть только после первых морозов. На данный момент, если съесть вот этот плод, разговаривать, вы не будете доверять. Челюсти сведет на бок. Вот как-то так. Мы сейчас пойдем по травянистому склону, поэтому, кавалеры, оказываем помощь дамам. Дамы благоговейно смотрят на кавалеров. Договорились? Да. Договорились. Шутить на склоне не надо. Я уже не в том возрасте, когда надо бегать за упавшими. А можно скатиться? Не надо. Друзья мои, можно вот туда проходить? Вот тут можно проходить? Нет, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok